Открыли выставку дипломной работы Сергея Рахманинова «Рассказ старика». Ее обнаружили в фондах Краеведческого музея, когда готовили выставку «Шовский и Островитянова. Нерассказанная история любви». Она построена на письмах, которые передали музею родственники Серафимы Михайловны. В переписках уделяется большое внимание Тамбовскому училищу и, в частности, Соломону Старикову, который учился вместе с Сергеем Рахманиновым. Образ Сергея Васильевича стал почетным гостем на открытии и зачитал одно из писем композитора. Обрадовал меня и оркестр учащихся. Около 30 человек. То есть, вернее, самый факт возможности организовать такой оркестр в Тамбовском училище, который может сносно сыграть хотя бы симфонию Шуберта. Здесь представлены и предметы быта конца 19-го, начала 20-го века. Эта шкатулка находилась в семье священника, отца Серафима Островитяновой. Сотрудники музея говорят, что в ней двойное дно с мелкими отделениями внутри. Обычно так хранили украшения, но что могло находиться в этой шкатулке, учитывая достаток священнослужителя, до сих пор остается загадкой. Ну, а самое интересное, все-таки, наверное, еще это и альбом Соломона Моисеевича, потому что он тоже сделан в таком стиле модерн, это явно ему подарок. Ну и в этом альбоме еще есть такие интересные находки, которые требуют атрибуции. И уточнить, несмотря на подпись, которая там есть, мы до сих пор не выяснили, например, что за люди там изображены. История любви Серафима Островитянова и Вячеслава Шовского трагична. Девушка была красива и талантлива. Соломон Стариков был в нее влюблен и даже собирался уходить от жены. Но Серафима Михайловна ему отказала, потому что ее сердце не было свободно. После помолвки Вячеслав Шовский ушел на фронт Первой мировой войны, где погиб в 1916 году. Замуж Серафима Островитянова так и не вышло. Через фотографии, анализ кругов общения в выставочном зале представили образ той эпохи. Любовь, которая стоит в названии выставки, это далеко не только любовь жениха и невесты. Это любовь к родным, друзьям и, прежде всего, любовь к музыке. Сотрудники Краеведческого музея приняли следующее решение. Выставка о нерассказанной истории любви должна оставаться в этих стенах как можно дольше. Поэтому экспозиция будет встречать гостей до октября этого года. Палина Болотова, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков. Область новостей.